МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СФУ открылся городской форум, но решать проблемы Красноярска чиновники не торопятся. Футбольный Енисей возглавил новый директор. Я же пришел для того, чтобы улучшать. Фанаты уверены, побед от клуба можно не ждать. Кто встал на защиту Ивахова? Добрый вечер. Новости в эфире Афонтова. В студии Ольга Дубровская. Начинаем выпуск. Серьезное ДТП на перекрестке 9 мая Комсомольском устроила пьяная женщина. Она вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в движущееся такси с пассажиром. Пассажиром оказалась моя коллега, корреспондент редакции Афонтова. Ей потребовалась помощь медиков. Но она самостоятельно отправилась в травмпункт и сейчас уже находится дома. Все хорошо. Известно, что девушка, которая нарушила правила дорожного движения, сначала врезалась в такси, а после пыталась сбежать с места ДТП, но въехала в столб. Виновница ДТП оказалась выпившей. Проходить освидетельствование она отказалась. Более того, в салоне автомобиля был трехлетний ребенок. После ДТП оба отправились в больницу. Теперь девушке грозит штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора и лишение прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Должны не значит обязанные. Большинство сирот, которые должны получить собственную жилплощадь от государства в этом году, продолжают стоять в очереди. Причем очередь удивительным образом движется в обратном направлении. Тот, кто в 2018 году был во второй сотне, сейчас оказался уже в третьей. Хотя краевые деньги на покупку квартир выделяют регулярно. Екатерина Усатенко разбиралась в теме. Нас послали к Богу, то есть спросите у него, когда вы получите квартиру. Сначала чиновники ссылались на поправки в законе, на недостаточное финансирование и на несговорчивость застройщиков. Когда аргументы закончились, вспоминает Сергей Шурухин, заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь, стала уповать на высшие силы. Историю этой молодой семьи мы рассказывали год назад. И за это время кое-что поменялось. Сергей супругой и ребенком сменили очередную съемную квартиру. Хотя по закону еще в 18 лет Сергей должен бы получить свои собственные квадратные метры. Ему уже 25 и до сих пор он получает отписки. Здесь есть также депутаты. Именно здесь получается от ЗАГСобрания. И есть у нас еще ответы даже с горсовета. Ответы, если их все вместе сложить, они все одинаковые. То есть один и тот же ответ. Застройщики не выходят. И получается, квартиры не приобретаются. Квартиры чиновники не покупают, а очередь тем временем движется в обратном направлении. Если год назад Сергей был 176-м, в этом году уже в третьей сотне. Татьяна Григорьева примерно в таком же положении. Выиграла суд против мэрии за непредоставление жилплощади. Однако не верит, что проблема решится в ближайшее время. Пока учится в магистратуре, на учителя физкультуры имеет право на комнату в общежитии. Где будет жить потом, не знает. Как мне объяснили в администрации города, в начале еще года, когда он только начался, что в течение года должны выдать квартиру. Сейчас уже подходит декабрь, и до сих пор ни квартиры, и никакого конкретного ответа нет. Почему так все произошло, почему до сих пор, даже после решения суда, мне не могут выдать квартиру. В Министерстве образования, говорят, лишь формируют очередь на получение жилплощади, отвечают за финансы, ссылаются на департамент городостроительства, который отвечает непосредственно за покупку жилья. Уверяют, средства есть, но вот почему-то в департаменте их ежегодно не осваивают. Мы заключили соглашение с городом Красноярском на обеспечение жилым помещением 264 детей. На эти все 264 ребенка выделены денежные средства. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день город Красноярск приобрел только 157 жилых помещений. На данный момент в крае на жилплощадь претендует 8,5 тысяч человек. И в Красноярске ситуация самая тяжелая. По-другому дела обстоят в соседних Каннске и Ачинске. Там активнее осваивают заложенный бюджет, а сироты быстрее заселяются в собственное жилье. В Красноярске после решения суда процесс будто останавливается. В департаменте, который и является последним звеном в этой цепи, нам сегодня ситуацию не прокомментировали. А сиротам пообещали дать ответы на все вопросы 12 декабря. Екатерина Усатенко, Дмитрий Кудько, Михаил Ткачук. Афонтова. Новости. 55 килограммов пороха, 8 тысяч боеприпасов и оружия обнаружили оперативники всего за один день в разных городах страны. Спецоперации ФСБ и полиции прошли в 12 регионах. Оружие и боеприпасы хранились незаконно у членов крупной группировки. Она занималась контрабандой пороха и переделкой оружия. Силовики установили 60 покупателей, возбудили уголовное дело по статье хищения или вымогательства оружия. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Схемы движения в микрорайоне Ботанический решено пока не менять. Улицу, уверяют чиновники, разгрузил отремонтированный проспект Котельниково. Напомню, дорожники планировали уже завтра установить бетонные блоки и запретить парковку на въезде в микрорайон Ботанический. Там даже появились сегодня знаки. Остановка запрещена и работает эвакуатор, но они были затянуты черной пленкой. Также планировалось запретить левый поворот в гаражный массив, а на въезде из него установить лежачий полицейский. Так вот, всего этого пока не будет. Директором футбольного Енисея назначили бывшего главного тренера команды Алексей Ивахов. Сменил на посту руководителя Дениса Рубцова, который ушел в отставку в начале недели. Только перемены эти явно не воодушевили фанатов. В сети сложно найти комментарии в пользу нового директора. Антон Соркин подробнее. Тайна с назначением нового директора футбольного Енисея держалась до самого конца. Имя нового руководителя клуба стало известно, собственно, когда министр спорта Павел Ростовцев вместе с Алексеем Иваховым вышел из кабинета к журналистам. Назначение на пост директора Алексея Ивахова стало неожиданностью для многих. С момента ухода из клуба Дениса Рубцова на этот пост кого только не выдвигали. Среди кандидатов был даже капитан команды Александр Харитонов. Но все же больше всех предпочтений отдавалось бизнесмену Анатолию Быкову. А вот возвращение в клуб Ивахова болельщики восприняли, мягко говоря, с недопониманием. Строили-строили и все сломали в одно движение. Пора петицию писать. Футбол в Сибири умер окончательно. Ну вот и все. Сказка кончилась. Мы вживую видели и пережили эти три красивых сезона. Хоть в памяти останется. И таких комментариев сотни. Самое интересное, что до ухода из Енисея Ивахов работал в структуре клуба больше десяти лет. Пройдя карьеру от простого тренера до наставника главной команды. Но именно период работы с основным составом красносиних наложил тень на специалиста. Даже несмотря на то, что он смог вывести Енисей на рекордное для него в то время восьмое место в ФНЛ. Игра команды не радовала. Росло возмущение ко всему руководству клуба. А после конфликта с любимцем публики Александром Харитоновым доверие болельщиков к специалисту пропало окончательно. Я же пришел для того, чтобы улучшать. При этом те жизненные какие-то ситуации в моем лице как главного тренера команды и как футболистов, они имеют быть. Это нормально, когда люди отвечают каждый за свой сектор работы. Сейчас мы идем с нового листа и наша задача приносить пользу красноярскому футболу. Последние полгода дела у Енисея идут не лучшим образом. После вылета из премьер-лиги команда прочно обосновалась в зоне вылета чемпионата ФНЛ. Начало кадровых перестановок было лишь делом времени. А по мнению бывшего главного тренера Металлурга Александра Кишиневского, назначение футбольного человека на посты директора вполне обоснованный шаг. Человек знает не понаслышке психологию футболиста, знает психологию тренера, потому что сам побывал в этой шкуре. Я бы провел небольшую все-таки аналогию в том плане, что когда подмастерия приходит на завод, он проходит все этапы и дорабатывается до директора завода. Наверное, это как раз тот случай, когда человек знает футбол и изнутри, и снаружи, и снизу, и сверху, так сказать. Но несмотря даже на все заверения Алексея Ивахова, сейчас главный вопрос, который интересует многих, насколько сильно изменится Енисей. Если вспомнить назначение Дениса Рубцова, то он не стал церемоненцем и полностью избавился от административного штаба Владимира Левтушенко. Сейчас давление на клуб возросло в разы. А главная вакцина от всеобщего гнева – это, конечно же, только положительный результат. Антон Соркин, Дмитрий Бородай, Афонтова Спорт. Разговорник. Так назвал мэр Сергей Еремин Красноярский городской форум. Он сегодня и завтра проходит в конгресс-холе СФУ. На форум позвали сотни участников, привезли серьезных иностранных экспертов, и все вместе они обсуждают, как научить горожан-урбанистов и власть говорить на одном языке, чтобы сделать городскую среду более дружелюбной к человеку. Побывала на форуме Клавдей Стельмахович. Еще две фотографии. Миша, выклини за камеру. Как театр с вешалки, так Красноярский городской форум начинается с фотосессии. Здесь их две. Каждый снимок ассистент Милана аккуратно вклеивает в большой калаш. К концу форума из лиц его участников здесь сложится эмблема мероприятия. Так организаторы обыгрывают слово «столица» в логотипе. В нем 100 лиц. А куда потом девается этот большой калаш из фотографий? Это все уже к организатору. То есть передается заказчику? Да, конечно. И где-то хранится? Да, где-то у них хранится. А у участников, это все, кто пришел в конгресс-холл СФУ, остаются вот такие наборы. Ручка, блокнот и бейджик на пестрые ленточки. Сегодня с утра волонтеры выдали уже полтысячи таких наборов. И еще столько же ждут тех, кто придет завтра. А приходят сюда не только урбанисты, но и непрофессиональные знатоки городской среды. Мне бы хотелось на самом деле доступность именно среды, потому что у меня внучка была, и у меня у дочери были проблемы по передвижению по городу. С этой точки хотелось посмотреть, послушать. У нас один только вопрос. Это мероприятие, проводимое для населения, для жителей Красноярска. Это развитие спорта, также и в том числе и мотоциклетного спорта. Есть на форуме и парад проектов, которые могли бы украсить город, но пока у них нет ни инвесторов, ни заказчиков. Например, красноярские лыжники предлагают построить по всему городу шесть лыжных баз. Их недостаток стал очевиден после универсиады. Приблизительная цена каждой базы – 20 миллионов рублей. У проекта могут быть коммерческие перспективы. При успешной поиске инвесторов и заинтересованности потенциальных заказчиков города Красноярска, развитие этого проекта предусматривает до 2024 года. Но конкретных решений, конкретных проблем здесь не ищут. В этом году здесь учатся выстраивать диалог. Это площадка, на которой горожане, урбанисты и чиновники пытаются заговорить на одном языке. Весь год такие мини-площадки проводили в разных районах Красноярска и привлекли, по словам мэра, тысячу новых активных горожан. Самое главное, когда жители научатся говорить на одном городском языке, обсуждать проблемы, тогда только возможно движение. Иначе это превращается просто в подставку подножек друг друга. И мы просто буксуем, падаем, ссоримся и так далее. Никуда не идем. Пока же первый день городского форума подарил красноярцам одну радостную весть. В Центральном парке пройдет большая реконструкция. Его сделают современным городским пространством. Оплачивать работы будет бизнес. Клавдия Стимохович, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости. Вы смотрите новости Афонтова. Продолжаем выпуск. Приют для хаски появился в Красноярске. В нем живут уже 30 обитателей. Все-таки десятки породистых бездомных животных продолжают скитаться по улицам. Ирина Сукаанова побывала в питомнике и узнала, почему такие дорогие и популярные собаки вдруг стали ненужными. Хаски Зара с маленькой Теей попали в приют в начале осени. До этого Зара с новорожденными щенками жила в яме в картофельном поле. Собачью семью спасли и привезли в питомник девушки-волонтеры. Четверых щенят уже пристроили, а маленькая Тея еще ждет своего человека. В приюте таких, как они, брошенных хаски еще 28. Такая популярная и дорогая порода, а питомник уже не может принять всех бездомных северных собак. Когда люди берут собаку породы хаски, они как бы делают упор на внешность, на то, что это миленький щенок, у него голубые глазки, он такой весь миленький. А потом щеночек вырастает, нужно давать ему большие нагрузки, как на улице, возможно, воспитанием кто-то занимается, то есть, ну, прям вот гулять полтора часа. Хаски не только много бегают и все грызут, они еще и громко воют и поют. Так скучающие животные пытаются обратить на себя внимание хозяев. 90% жильцов в приютах – это бывшие домашние питомцы. Кого-то за чрезмерную активность выгнали на улицу хозяева, а кто-то сам убежал с поводка. Вот за ними в питомник часто возвращаются, а волонтеры подчеркивают – этих собак нельзя спускать с поводка, догнать их не получится. Еще одна собачья семья нашла здесь свой приют. Ее волонтеры привезли из Краснокаменска. У мужчины сгорел дом, и он остался на улице с двумя взрослыми собаками и пятью новорожденными щенками. Соседи отказались приютить животных, и мужчина собирался их усыпить. Хозяин, если бы иметь эти обстоятельства, он никогда бы их не отдал. То есть он так с ним не прощался, человек сам остался, можно сказать, на улице. Волонтеры узнали о беде социальных сетей, и сейчас мама с щенятами на карантине. Через месяц детям начнут подыскивать добрые и ответственные руки. Кто на охрану просят их, ну то есть какие из них охранники, как говорят некоторые, что их самих охранять надо. То есть это собака, это друг. Этого пса зовут Теля, он прилетел к нам в Красноярск из Норильска два с половиной месяца назад. Средства для его транспортировки собирали всем Красноярском и всем Норильском. Везли его сюда как хаски, оказалось это помесь хаски с овчаркой, и поэтому теперь Теля главный охранник питомники. Теля, дай лапку. Питомники, в котором трудятся четыре хрупкие девушки. Говорят, питомник открыли потому, что в городе появилось очень много бездомных хаски. Волонтеры рады любой помощи, можно передать корм, помочь с арендной платой или просто прийти в питомник и разделить заботы по кормлению собак и уборке вольеров. И самое главное, можно прийти сюда за другом. Ирина Цуканова, Эдуард Баглай, Афонтова Новости. Марамарная говядина и салат Оливье. Правда для тех, кто на правильном питании. Наш благотворительный аукцион «Ставка на добро» разыграл очередной вкусный ужин. Артем Долгооршиных отвез блюдо победителю, ну а теперь расскажет подробности. Сегодня четверг, а значит пора делать ставку на добро. Сегодня мы перекочевали в гриль-бар «Чердак». И давайте узнаем, какой сегодня будет гастрономический подарок для наших зрителей. Поехали! Мотивом благотворительного аукциона стал стейк из мраморной говядины, сухого вызревания с нутом и овощами гриль. А также уже потихоньку входим в праздничную атмосферу. Здесь же салат оливье, но приготовленный необычным способом в стиле паке. Настоящего гастрономического тренда, известного во всем мире. Все ингредиенты порезаны кубиками, аккуратно сложены и не перемешаны. Готовила все это шеф-повар гриль-бара «Чердак» Екатерина Василянская. Ей помогала известная телеведущая, блогер и продюсер «Добрых дел» Оксана Хикматулина. И хоть готовили блюдо до этого, но достанется оно только одному победителю онлайн-аукциона. Я это уже съем, глазами уже ем. Друзья, давайте пощадим Оксану. Вот зачем я щадил? Да, калории все-таки эти не отдадим. Просто переплюньте меня, не надо меня щадить. Да, друзья, давайте активизируемся, активнее ставим, ставим, ставим. Пока что у нас 650. Мы решили сохранить этот уверенно надежный шаг в 50 рублей. Началось все с номинальных сумм 100-200 рублей, но по мере готовности блюда цифры росли. И за 5 минут до конца ставка замерла на сумме 700 рублей. Казалось, это и будет финальная ставка, но в последнюю минуту началась настоящая битва. Буквально за 40 секунд ставка выросла практически в два раза. 1250 рублей. Сам себя перебил, но все-таки Алексей Потемин заслужил. Алексей, это блюдо достается вам от шеф-повара. Да вам, может, еще это? Ну, уже поздно. Подой ему эту коробку. От широкой души мы поздравляем Алексея, и это блюдо уже достанется вам. Вы молодец! Вы крутой! Мы сейчас готовили еду, прекрасный салат, сделали стейк. И не просто так, а чтобы помочь людям. Это, мне кажется, великолепная миссия у проекта. Я рада, что я приняла участие в этом добром деле. И очень здорово, что мы побудили людей сделать ставки. Победитель ставки определен, а значит, экспресс-доставка. Ставки на добро уже в пути, и это горяченькое блюдо ждет, когда его вручат его победителю. Ну что ж, приехали мы вручать приз победителю. Вот она у нас стоит. Держите. Еще горяченькое. Спасибо. Можете рассказать, почему решили принять участие? Я такой уже второй раз. Да, я второй раз уже побеждаю в этом проекте. Хотелось бы сказать огромное спасибо Афонтову и Антону Шевчуку. Главное, что он придумал этот проект. Приятно помочь детям. Дети – это наше будущее. Ставка на добро сделана. Вот такими маленькими шажками мы в итоге придем к великой благой цели. Следующий аукцион пройдет в среду в прямом эфире утреннего кофиса Афонтова. Обязательно принимайте участие. И давайте попробуем все-таки поставить рекорд поставкам. Елки и ледовые городки вовсю готовят к открытию. В районах спешно устанавливают новогодних красавиц и завозят ледовые глыбы для городков. Ирина Цуканова прогулялась по городу и знает, чем будут удивлять горожан в празднике. Вот уже четвертый год. Главная городская елка находится здесь, на острове Татарш. По-прежнему она является самой высокой не только в стране, но и во всей Евразии. Ее высота 55 метров. Вес новогодней конструкции 65 тонн. Ее собрали с 20 тысяч еловых веток. Как и год назад новогодняя елка будет сиять, светиться и мигать тысячами светодиодных экранов. На них будут отражаться морозные узоры. Появится здесь и ледовый городок. Правда, его тематика пока не утверждена, поэтому к монтажу ледовых фигур пока не приступили. Но администрации уверяют, все будет готово в срок. Или елка, или ледовые фигуры. И торжественное открытие главной городской елки состоится в срок не позднее 20 декабря. В самом разгаре предновогодней хлопоты и на площади революции здесь монтируют 22-метровую новогоднюю ель. Скоро на нее тоже повесят шары и гирлянды. А вот ледового городка здесь не будет. Но это компенсируется прекрасной световой иллюминацией. Эта елка снова станет самой яркой и светящейся в городе. Напомню, традиция возводить новогодние елки на площади революции вернулась к нам год назад. До этого был полувековой перерыв. Это связано с тем, что в 70-м году здесь появился памятник Ленину. И власти решили, что не солидно вождем мирового пролетариата соседствовать с новогодней елью. И главная городская елка тогда переехала на театральную площадь. А вот 46-метровая новогодняя елка на театральной площади уже готова. На нее даже повесили гирлянды и шары. Осталось только возвести сказочный ледяной городок вокруг. Но к его строительству пока не приступали. С тематикой новогодней композиции определятся на днях. Главным местом новогодних празднований в Ленинском районе станет площадь перед ДК 1 мая. По традиции здесь появится огромный сказочный ледовый городок. Уже на входе гостей встретит большая ледяная елка. В центре площади появится большая горка в виде красноярских столбов. Рядом появятся маленькие горки, изображающие зимний сибирский лес. Отдельные фигуры будут посвящены традиционным новогодним персонажам Дед Мороз, Снегурочку, а также символ наступающего года – крыса. Отдельная тема новогоднего городка будет посвящена проходящему в Красноярске чемпионату России по фигурному катанию. Но открытие новогоднего городка и городской елки в Ленинском районе состоится 23 декабря в 18.00. На левобережную набережную около театральной площади уже привезли ледяные блоки. Через месяц вместо них здесь появятся ледяные скульптуры. Для их изготовления в Красноярске соберутся лучшие мастера из разных городов и даже стран. Все они соберутся здесь для участия в конкурсе «Волшебный лед Сибири», который проходит в Красноярске уже в восьмой раз. Конкурсная программа пройдет с 13 по 19 января. Команда художников из Красноярска традиционно принимает самое активное участие в конкурсе. Это не удивительно. У нас здесь много талантливых художников и скульпторов, которые работают со снегом и льдом. Погода в Красноярске к такому творчеству располагает. Поход в кинотеатр не кажется чем-то особенным, но только не для детей из психоневрологического интерната подсолнух. Для них просмотр любимых мультфильмов на большом экране настоящий праздник. Проект «Мечтатели» совместно с детским кинотеатром «Мечта» подарили подарок для 30 ребятишек из интерната в виде похода в кинотеатр на мультик. Об эмоциях ребятишек в сюжете далее. 30 ребятишек из психоневрологического интерната подсолнух сегодня впервые посетили детский кинотеатр. У всех отличное настроение. Для них такие выходы в город – большой праздник. Воспитанники уже видели мультфильмы на большом экране, и это им очень нравится. Ребятишкам очень важно внимание и общение на таких выездах. Большую часть времени они проводят в интернате. Но воспитатели стараются чаще ездить с детьми в парки, зоопарки и театры. Объясняют, каждый ребёнок должен уметь находить общий язык с окружающим миром. Мы приобщаем детей к культуре, как правильно нужно вести себя в общественных местах. Они всё это смотрят. Когда мы возвращаемся обратно в интернат, они всё это обсуждают. Это очень интересно. Мультики мы любим очень смотреть. А когда это на большом экране, это куча эмоций. Это, конечно, очень круто. Отправиться на просмотр фильма таким составом непросто. Проект «Мечтатели» совместно с детским кинотеатром сегодня помогли организовать автобусы и поход в кино. Организаторы проекта с детьми из интерната работают впервые. До этого они помогали ребятишкам, у которых есть родители. Сегодняшний поход в кино – не единственный праздник для ребят. Мы планируем перед Новым годом сделать ещё для них праздник в самом интернате и уже точечно работать с каждым ребёнком, исполнять мечты. Буквально 4 декабря исполнится мечта одной девочки. Она посетит парикмахерскую. Вы представляете, какие простые у детей мечты, но тем душевнее они исполняются. К слову, организаторы проекта уже в следующем году планируют исполнять не только мечты детишек, но и одиноких пенсионеров, которые находятся в доме престарелых. Ведь неважно, какой возраст, у каждого человека есть своя мечта, которую он бы хотел исполнить. Евгений Шиповский, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Это все новости на сегодня. Телефон редакции 285-14-14. Звоните, делитесь своими новостями, фотографии и видеозаписи в любом популярном мессенджере. Присылайте на номер 8-953-585-14-14. Подписывайтесь на Афонтова в Фейсбуке, Вконтакте и в Инстаграме. Заходите к нам на сайт афонтова.ру. В студии для вас работала Ольга Дубровская. Хороших вам выходных. Берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова